Мы находимся на дизайн-конференции, сейчас у нас перерыв, и мы беседуем со спикерами. Виталий, привет! Привет, 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 ребят! Выступление было классное, здорово, очень много ценных мыслей, полезных рассказал. Скажи, пожалуйста, как тебе аудитория? Было сложно, легко рассказывать какие-то свои мысли, впечатления? Слушай, ну, когда ребята собираются, которые интересуются этой темой, которые пришли сюда, потратили время, деньги и готовы вынимать тому, что говорят со сцены люди, это всегда цена, круто, и ты понимаешь, что это люди не зря пришли. И ты не должен, скажем так, налажать и дать им, в общем, что-то полезное, а не просто посвятиться там, в общем, на сцене. Поэтому я очень сильно надеюсь, что польза была для ребят и что им понравилось. Ну, отлично, те, кто был, все увидели. Скажи пару, два, три, может быть, каких-то совета, те, кто не был, да, ключевые какие-то мысли, кто смотрит на записи, может быть, думает о том, чтобы посидеть в мероприятии. Ну, в общем, как бы, то, что на мероприятие нужно идти, это факт, потому что очень много прям толковых, умных ребят делится опытом. Какой совет бы я вам дал всем, то, что я сегодня говорил? Первое, это нужно всегда думать о позиционировании, о сегментации, то есть нельзя работать вообще для всех, вы должны работать именно для тех клиентов, с которыми вам комфортно и хочется работать, да, то есть нужно делать проекты и в разных стилях, фокусируйтесь, фокус, это важно. И второе, работайте над личным брендом, начинайте вот прямо сейчас, если еще не начали. Так, у тебя была тема, и ты сказал, что развиваешь блог в YouTube, да, скажи, насколько это ресурсоемка, ну, с точки зрения, там, не знаю, денег, времени, и хватит ли дизайнеру в его стандартном графике посвящать еще время YouTube? Ну, на самом деле, у всех есть ошибка, и у всех есть предубеждение, что это дорого и что это долго. Я тоже так думал, первое видео мы делали очень дорого и очень долго, снимали один выпуск несколько дней, сейчас мы снимаем за два часа, и там, не знаю, за 15 тысяч рублей. Все, то есть как бы это делается, ну, вот, у меня это занимает два часа, я, в принципе, особо даже сильно не готовлюсь, потому что, если ты знаешь, о чем ты говоришь, тебе готовиться надо, просто идешь, надел петлю, все, погнали снимать. Но, само собой, это не значит, что подготовка не нужна, но можно это делать быстро, можно это делать интересно, и не надо думать, что это сложно, это просто найдите хорошего оператора, монтажера, и все. Отлично, супер рекомендации. Тем, кто нас смотрит, пару советов, пару рекомендаций. Ну, вообще, главное, делать что-то, да, и не сидеть на месте, и обучаться, развиваться, в общем, что и ребята, которые пришли сегодня на конференцию делают, и они молодцы. И, в общем, продолжайте в том же духе. Виталий, спасибо, что пришел, супер. Да, увидимся в следующий раз. Спасибо, Стас, спасибо. Мы находимся на дизайн-конференции, сейчас блок вопросов и ответов нашим спикерам. Артем, отличное выступление было. Артем у нас рассказывал, да, для тех, кто не был, очень много потерял, рассказывал о том, как дизайнеру построить правильно коммуникацию с клиентом через сайты, воронки и всего остального, и самое главное про смысл. Я знаю, что у Артема был дебют на сцене на выступлении. Расскажи, пожалуйста, да, как тебе вообще в целом? Легко было, сложно? Какие особенности, то есть свои впечатления? Было на самом деле легко. Я от себя этого не ожидал, я волновался, честно скажу, потому что большая сцена, софиты и все прочее, но, не знаю, очень располагающая атмосфера и ребята, которые работают за сценой, большие молодцы, им большое спасибо. Ну и плюс еще мы немножко поговорили с тобой, меня это расслабило. Я очень с удовольствием вышел и, в общем-то, все, что хотел рассказал. Даже не вспоминал, просто говорил и все. Как тебе наша аудитория, участники, то есть, слушали, записывали, как удалось что-то посмотреть? Очень круто. Я, конечно, со сцены не видел всего, что происходило, но я видел, что люди не спали. Это, ну, во всяком случае, окей, я полагаю, что люди не спали, те, кого я видел. И плюс еще было классно, что после самого выступления мы в фойе встретились со многими клиентами, просто с кем мы контактируем в рамках твоей студии. И это было супер, потому что мы всегда в онлайне, и вот мы вживую пообщались. Вживую общаться очень классно. Да, я тоже первый раз, получается, знакомый уже более полугода, наверное, может быть, год даже. Ну, год назад начали. Вот, выделились первый раз, очень живое общение, конечно, ничего не заметить. Супер, давай пару фишек для тех, кто пропустил все, да, что самое важное, самое главное в продвижении дизайнера, как ты думаешь? Я точно еще раз расскажу про уникальность. Это необходимая вещь, понять, что ты продаешь кому и как ты это делаешь. На этом базируется все остальное. А еще фундаментом любого сайта, бота, автоворонки, неважно чего, является ее конструкция по психологии влияния. То есть ты должен понимать, что человек ожидает от тебя увидеть, на какие вопросы он ждет ответы, почему он не покупает. Когда ты все это делал, суммируешь, по сути, вживаясь в голову своему будущему клиенту, то тебе очень легко формировать тексты, которые он будет считывать с сайта, допустим. Вот. И это конвертит. То есть он даже может быть некрасивый, главное, чтобы он был написан на языке выгод клиента и все. Вызывает внимание, вызывает доверие, клиент смотрит услуга и обращается. Да, у нас есть 5 секунд, буквально не больше, чтобы занять внимание человека. Доверие вызвано, все, он наш, дальше уже можно ему, не знаю, продавать свою дальнейшую историю ниже по лендингу. Вот так. Спасибо. Что посоветуешь дизайнерам, которые, допустим, зарабатывают 50 тысяч рублей, 30, 50, может быть, и хотят вырасти до 100, до 150? Вот какой как бы основной шаг, как ты думаешь, может быть для них? Ну, первая система, конечно, правда, немножко уже твоя территория, это создание системы, делегирование, чтобы твои руки были свободны для маркетинга. Разбираться маркетингом необходимо, на дворе 20-й год, и сейчас это должны делать все, начиная от владельцев, там, не знаю, дизайн-студии, заканчивая, мне кажется, бензоколомками. Чем качественнее твой маркетинг, чем лучше описан твой кейс, и тем больше ты зарабатываешь, но это прямая зависимость. Мне очень понравилась твоя мысль, заключенная в том, что ты можешь экономить на услугах подрядчиков, когда сам подготовился, то есть когда ты сам выявил уникальность, прописал какие-то вещи, и дальше уже можно спокойно нести этот пакет информации к тебе, и ты уже упакуешь сайт. Скажи, пожалуйста, что как бы основное должно быть, чтобы твоя работа была, ну, чуть дешевле, там, условно, чем по рынку, да, как подготовиться к специалисту, чтобы к тебе можно было спокойно обратиться за упаковкой, и это там не стоило, там, 100-200 тысяч рублей? В первую очередь описать свой подход бизнесовый, это плоскость личная, описать то, что ты делаешь, опять же, на языке выгод клиент, то есть буквально мы делаем интерьеры для таких-то клиентов при таких-то условиях, описать идеальный портрет. После этого детально рассказать про процесс, как устроена работа вообще, что будет ожидать клиент при работе с тобой, буквально в мелочах, как ты будешь с ним контактировать, можно тебе звонить по выходным, доступен ли ты, я не знаю, на WhatsApp ночью, это все очень важно, это мелочи, которые формируют доверие. С этим пакетом можно обратиться, ну, не знаю, к любому дизайнеру, сделать круто, потому что смысл уже найден. Спасибо большое. Как с тобой можно посотрудничать, куда обратиться, твой адрес, телефон? Так, ну, во-первых, можно обратиться к Станиславу, я думаю, что кто смотрит, точно знает, как найти. Телефон, оно самое простое, но если в цифрах, то 8906-368-6808-9... Давай, инстаграм, либо как написать нам почту, сайт, что-нибудь. Давай еще раз. Скажи, как к тебе можно обратиться, да, для того, чтобы, если кто-то почувствует необходимость там в сайте, в конверсионной воронке, либо просто пообщаться, да, для того, чтобы понять, как ты можешь помочь с продажами. Как тебя найти? Ну, можно найти в Инстаграме, можно найти, не знаю, в ВКонтакте, в Телеграме и через Станислав, опять же, если нужно. Если говорить про Инстаграм, то у меня такой достаточно забавный аккаунт, он называется Артем, нижнее подчеркивание, холодов, нижнее подчеркивание, джобс. Но не Стив Джобс, а тот, кто работает. Ну, типа, то есть у меня есть личный аккаунт, где я живу, а Джобс-то я работаю. Вот такая история. Да, повстречаться с надежным и рабочим человеком можно через аккаунт, либо пишите нам, а мы уже свяжем. Чтобы не мучиться, не набирать буквы, да. Спасибо, Артем, было круто. Увидимся в следующий раз. Очень буду признателен, спасибо. Жму твою руку. Благодарю. Мы находимся на дизайн-конференции, и сейчас был замечательный у нас спикер Дарья, рассказывал про осознанное потребление. Расскажи, пожалуйста, для тех, кто сейчас не был вдруг, по какой-то причине у нас в зале, смотрят нас онлайн, основные тезисы, может быть, своего выступления, на что стоит обратить внимание дизайнерам? В первую очередь, наверное, услышать себя и насколько принципы Zero Waste откликаются у них, если им близка идеология, то значит им нужно всячески не бояться развивать и использовать предметы апсайкла, какие-то новые технологии в своих проектах, не бояться уговаривать на это заказчиков и всячески популяризировать это. Возможно, вдохновляться чьим-то опытом. Чьим, на кого смотреть? На разных дизайнеров. Можно на нас смотреть, можно смотреть на огромное количество скандинавских дизайнеров, которые тоже работают в этой идеологии. С чего начать? В чем основная фишка вот этой идеологии? То есть как вот это вот разумное потребление, да, стоит себе развивать? И что за принципы основные? Принципов их пять. Первый принцип начинается с планировочного решения, если мы сразу же делаем то планировочное решение, которое будет помогать экономить энергетические ресурсы, воду, который будет, планировка может быть разработана таким образом, что она может учитывать какие-то физиологические процессы, во сколько человек просыпается, чтобы он включал только нужное количество света, которое ему нужно, чтобы экономить электроэнергия. Второй принцип – это минимизация отделочных материалов. Сейчас некий признак хорошего тона, когда мы оставляем архитектуру в своем аутентичном каркасе, и уже ушло то время, когда мы делаем какие-то безумные многоярусные гипсокартонные потолки. И самое главное – третье время и деньги на такие ремонты. То есть бетон в стиле лофт, окей? Супер! Отлично! Так, еще что, пару принципов? Наверное, идти от осознанности и понимать, что нужно именно себе и не использовать в своих проектах каких-то референсный подход, а делать проект, чтобы он вдохновлял тебя, чтобы он вдохновлял детей, которые там будут расти, чтобы он вдохновлял пары на счастливую совместную жизнь. Я думаю, что, наверное, идти нет. Важный принцип, наверное, еще использование в своих проектах не Икеи, а, например, мебели с барахолок. Например, не бояться использовать чего-то старого в своих интерьерах. Возможно, это миксовать с какими-то инновационными, технологичными решениями. И это тоже может быть фишкой дизайна. И я думаю, что это не только по дизайну, это еще и уникальность, да, может быть, дизайнера, что ты делаешь не как все там из масс-маркета, а именно что-то индивидуальное. Это один из основных принципов. Отлично! Если каждый захочет создать некий свой уникальный кейс в этой теме, то... Он может это сделать. Я думаю, что не обязательно следовать каким-то моим уже отработанным принципам. Это просто лишь совет о придумать что-то своем. Хорошо, отлично! Первый раз на конференциях таких выступаешь? Были ли что-то? Я периодически выступаю, но я делаю это достаточно редко. Как наша публика? Как вообще приняли... Потрясающая энергетика, да, да, да. Ты просто чувствуешь на каком-то энергетическом уровне, и ты чувствуешь, что всем эта тема интересная, она актуальна. Иногда ты делаешь это, делаешь немножко... Бывает, что ты разочаровываешься, что российская публика к этому не готова. И когда тебе говорят, что как это так в этот сложный год, когда у нас есть другие вопросы, есть другие проблемы, как можно об этом сейчас говорить. Но я увидела ту поддержку, увидела, что эта тема сейчас очень актуальна, особенно для молодых специалистов. Ну да, мы стараемся приглашать уже действующих дизайнеров, думающих, самое важное, да, и действительно, когда человек думает и развивается, он к такой точке зрения тоже, ну, идет. Я видел, потому что как много девушек тоже прониклись идеологией, да, и фотографировались, то все это очень здорово. Так, спасибо большое. Кому посоветуешь, может быть, посещать мероприятие, может быть, пару слов, рекомендации для ребят, которые сейчас не с нами. Стоит ли ехать, стоит ли развиваться, то есть на что обратить внимание, может быть, какие-то советы. Стоит ли развиваться в любом случае. И это отличный путь для того, чтобы найти себя и найти ту информацию среди спикеров, которая откликается в большей или меньшей степени, и выработать некий свой продукт и свою индивидуальную историю и применять ее в дизайне. Обязательно лекции, книги, конференция. Дарья, спасибо большое. Спасибо. Спасибо за интервью и за выступление. Спасибо огромное. Мы на дизайн-конференции. Сейчас состоялась лекция Никиты, которая рассказывала про крутую тему. На самом деле не каждый отважится это рассказать. Именно главные факапы. Никита, расскажи, пожалуйста, для тех, кто не был на лекции по какой-то причине, кто не с нами, кто смотрит нас в записи, у кого есть такая возможность, кстати, приобрести записи, посмотреть это выступление. Основные моменты, да, что является самым главным, да, факапом, ну и какие вообще выводы ты из этого делаешь? У всех факапы разные. Я рассказывал больше про какие-то рабочие, те, которые плюс-минус у каждого дизайнера случаются, когда они там что-то не то заказали, не того цвета, не того размера, не проверили, да, вот это вот все последовательность каких-то событий, решений, которые приводят к какому-то покапу. И очень многие дизайнеры про это стесняются говорить, они считают, что если они про это расскажут, то они каким-то образом поставят пятно на свою репутацию. На самом деле это опыт. А? Это же опыт на самом деле, наоборот. Да, ну не у всех понимаешь, как бы этот комплекс отличников, потому что нет, я должен быть идеальным, я должен быть самым лучшим. Если я где-то там обделался, я там об этом никто не узнает, я должен транслировать только позитив, бабочек, дезинорогов. Нет, как бы люди, все-таки в нашей сфере очень важна честность, да, и чем больше будет таких историй, тем, ну, как бы проще это будет все решаться. Люди не будут на себе рвать волосы, да, из-за того, что они там заказали не того размера какую-то дверь, да. Все решаемо, да, все, что можно решить деньгами, это не проблема, да. Но тем более производители часто идут навстречу, да, и как бы все все понимают. Часто не идут, тут уже вопрос другой, да, но суть в том, что это действительно, как бы, часть жизни. И вот в рамках, как бы, блогинга, да, если так выразиться, это все может быть хорошими, хорошими такими инфоповодами, да, темами для каких-то очень таких хороших, ярких статей, которые, как в моем случае, приносят результаты достаточно ощутимые, как там какие-то блогерские рекламные заказы, да, какие-то бартерные истории, и это все очень, ну, в итоге превращается в пользу. То есть получается, ты негативный свой опыт монетизируешь через рекламу? Естественно, потому что, знаете... Супер хитрый лайфхак. Конечно, вбухал, там, знаете, там, закупил, там, не знаю, там, там, панно за свой счет купил, да, там, 30 или 40 тысяч. Как бы надо отбить, да, ты делаешь пост, делаешь его ярким, к себе приходит рекламодатель, и, там, грубо говоря, на 50 тысяч заказывают рекламу, и ты уже в плюсе. Поэтому, да, схема идеальная. Пользуйтесь. Отлично, отлично. Хорошо. Ты сам затронул немножко тему блогинга, да? Окей. Как, собственно, дизайнеру, да, и стоит ли ему, вот, начать как-то быть блогером и продавать рекламу, либо все-таки быть блогером, чтобы продавать свои услуги. То есть вопрос, быть или не быть, не стоит, да, транслировать нужно в любом случае. Но что лучше, как бы, на что вы можете? Я, честно говоря, затрудняюсь ответить, потому что я, ну, рекламу в таком, в чистом виде я не делаю. То есть там, типа, а прорекламируйте там виниловые покрытия, а прорекламируйте там по... Только то, что используешь. Да не надо. Я только вот, ну, такие, либо по любви, либо никак, да, либо что-то интересное. Ну, то есть рекламу ради рекламы я не делаю, потому что я действительно блог в основном для того, чтобы зарабатывать на своих услугах, чтобы продавать свои услуги, чтобы продавать какие-то свои инфопродукты. Вот, именно реклама, как таковая, ну, как бы мелочь, она очень сильно может просто загадить блог, да, и все будут смотреть, что мы всякую фигню рекламируем. То есть что-то полезное, да, вот как вот случай, вот опять же, с факапами. Была ситуация, мне там сделали убогую кроватку, да, я про это сделал пост. Ой, как там, нам жизнь испортили. Мебельщики подсуетились, другие сказали, а давайте мы вам сделаем новую кроватку. Бесплатно. Они сделали шикарную кроватку, я сделал обзор. По сути, я сделал рекламу, да, на бартере. То есть там, ну, произвел. Да, и таким образом у нас есть и кровать, у них есть аудитория, у меня есть тема, ну, пост хороший, который зашел, и им приток аудитории и заказов. Поэтому, понимаете, ситуация win-win, когда всем в пользу, они так, что какие-то там эти прокладки пререкламировал, да, и, как бы, ну, ничего, получил там. Особенно у тебя. Да, да, очень актуально. Ну, нет, у меня аудитория большая, женская, может быть, зайдет. Как бы с мужского подойти. Главное, чтобы не опыт использования. А что, надо подумать, кстати, интересную тему. Хорошо, супер. Давай так, вопрос про аудиторию. Да, ты уже не первый раз у нас выступаешь, и твои выступления всегда яркие, интересные. Как по твоим ощущениям, ну, вот, собственно, аудитория, дизайнеры, то есть насколько им интересно, слушают, как внимательно, ну, какой это просто свой фидбэк? Ну, я могу судить только по своему выступлению. На мой взгляд, аудитория очень благодарная, хорошо реагировала. Вопросы, может, какие-то задавали? Вопросы задавали, но в этот раз не так много, потому что все-таки тема была такая более, такого, личного, да, характера. Все-таки, когда по планировке вопросов очень много возникает. Здесь больше была, наверное, именно тема, ну, как бы, цель сделать таким все-таки веселым выступлением, да, чтобы люди получили удовольствие, да, но и в то же время смогли свой перфекционизм посмотреть под другим углом, да, то есть как-то снизить градус вот этой важности себя как человека и быть просто проще, быть проще. Отлично. Ну, вот хотел спросить, собственно, какие советы, рекомендации? Ну, ты говоришь, вот, один из главных советов – быть проще. Может быть, еще парочку советов, кто смотрит, нас слушает? Всегда просто помнить, что если вы никого не убили, если вообще, в принципе, никто не умер, да, и в результате ваших каких-то действий, то все можно решить. А все, что можно решить, можно в процессе превратить вот как раз вот в контент для вашего блога, если вы блогер, да, если вы умеете писать, если у вас какое-то чувство юмора базовое, это все можно рассказать, подать и в итоге сделать полезным для людей. Почему люди вас считают? Ну, кому-то нравится, потому что смешно, кому-то полезно, кому-то картинки красивые. И вот, исходя из того, что народу хочется, вы это и даете, и перерабатываете. Вот, как бы, индивидуально всегда, мне кажется, у каждого идет история. В моем случае это вот так. Я за каждую ситуацию рассматриваю, как вот, ну, повод для контента, да. То есть, какая-то случилась шняга, то-то, я даже уже знаю, как я могу это сделать, как там какие-то шутки встроить, чтобы это было и весело, и смешно, и так далее. Ну, от себя тоже добавлю, что такая тема, она очень прикольная, потому что ты выступаешь всегда в виде некого героя, да, который справляется с трудностями, проблемами, с ситуациями, и в этих обстоятельствах как раз проявляешь свои истинные качества, за которые тебя ценят и покупают как раз таки. Да, да, экипин персей. Не знаю, кто это. Спасибо большое за выступление, интервью. Было очень круто, здорово. Приходи к нам еще. Обязательно, я приду в следующем году. Зовите. Мы находимся на дизайн-конференции. Только что закончилось выступление Сергея Лашина, Сергей дизайнер, архитектор, наш давнишний друг, знакомый. У него отличный проект. И сегодня была тема о том, как начать работать с девелоперами и сделать их любимыми клиентами своими. Для тех, кто не был на твоем выступлении, ключевые какие-то мысли, может быть, поделишься тогда? Ключевые мысли выступления моего, да? Ну, ключевая мысль – это не продажи в лоб. Давайте поработаем, да, наше любимое. Давайте с вами поработаем. А надо реально нести пользу тем девелоперам, которые, ну, которые действительно в этом могут… Ну, вы должны посмотреть на девелопера, которые вы можете помочь и дать эту пользу, не ждя ничего взамен. А в чем польза может заключаться, например? То, в чем мы сильны. Эргономика, дизайн, внешний вид, планировки, визуализации красивые, понимание материалов. И надо это делать бесплатно. И что это дает в практическом плане? Вот ты сделал бесплатно, а дальше на что можно рассчитывать в идеальной ситуации? Ну, рассчитывать можно на то, что как раз, о чем я рассказывал. Можно быть официальным дизайнером этого жилого комплекса либо коттеджного поселка. Ну, в целом, да, и полностью работать, уже не думая о привлечении клиентов несколько лет. И тебе уже будут рекомендовать покупателям либо сами девелоперы будут заказывать дизайн? В данном случае исключительно покупателям. То есть ты там делаешь проект, да, стратегия такая, прописываешься как официальный дизайнер поселка. Да. Они используют твои рекламные материалы для рекламы, а тебе дают проекты. И сначала, чтобы это все работало, надо немножко инвестировать в это дело. Так и есть. Я как раз в это инвестировал и где-то полгода проработал, и инвестиции были большие. Я не скажу, что новичок может себе это позволить, но это определенные риски, и они сыграли. И, ну, может быть, без цифры, но на сколько окупилось все это дело? В сколько раз? Ну, сейчас только-только пошли заказы, только два заказа на данный момент, но коттеджный поселок еще даже не стал, ну, не строится. Еще сейчас только идет, ну, только идет, по сути, разравнивая всего ландшафта. Даже ни одного фундаментной плиты не было сделано. Поэтому два заказа на таком, ну, на таком временном промежутке, это уже окупание стопроцентное. Круто. Как тебе выступление, аудитория? То есть волновался? Было ли все нормально, комфортно? Как презентация? Расскажи немножко про свои впечатления. Ты не первый раз выступаешь? Все всегда нравится, нравится люди, нравится организация. Мне в целом нравится, когда такая движуха всех людей, которые причастны к дизайну, к архитектуре, к отделочным материалам. Здесь как-то себя чувствуешь, ну, как каждый день. И все располагает к общению, к образованию. Что рекомендуешь ребятам, которые смотрят, либо начинающим, либо профессионалам? Ну, то есть какие-то, может быть, пару советов, на что обратить внимание, в продвижении, в систематизации, в клиентах, может, еще что-то? Что самое важное считаешь? Самое главное – это, на самом деле, самосовершенствоваться. На самом деле. Самое важное – это вкладывать очень много времени и в ту работу, которую ты любишь и ценишь. И в постоянное само... Ну, в образование, в познание, в целом в обучение. Я считаю, что обучение и практика – это, по сути, такая квинтэссенция успеха всего. Спасибо. Какие твои планы, может быть, на будущее? То есть куда стремишься в следующий год? Мне бы хотелось укрепиться там, где я сейчас, попробовать закрепиться еще прочнее в данной организации, которой я сейчас укрепился, о которой я рассказывал сегодня на презентации. А также мне очень интересно, как раз Света поднимал эту тему, разработка мебели. Отлично. Ну, желаем удачи. И в следующей конференции ждем с новыми моделями мебели, как все получается, как работает. Да, спасибо. Спасибо, что пригласили. Закончилось только что у нас выступление нашего замечательного менеджера, Ксении Абрамовской, которая сегодня рассказывала о непростой теме, но рассказала очень достойно и интересно по отзывам. Скажу тебе сразу, что многие люди подходили, сказали, что очень было круто, очень детально, очень отработано. Расскажи немножко про эту тему, кто не был. Какая у тебя была тема, что разрабатывали, было ли сложно разрабатывать? Ну, на самом деле, конечно, процесс создания системы – это всегда метод проб и ошибок, но потом, когда это осознаешь, как это все работает, становится очень просто. На самом деле, этап, сама система, алгоритм очень простой, и там всего пять шагов. Алгоритм поиска сотрудников. Да, алгоритм поиска сотрудников. Внедрять в системе. То есть, понятно, что эти пять шагов, в принципе, знают все. Я думаю, в любой системе, там, студии найма тоже до чего-то нам нового открыла. Но, на самом деле, вот все дело в мелочах, и эти именно мелочи помогают более эффективно искать сотрудников и подбирать очень оперативно команду. То есть, на своем опыте я этом убедилась, и уже, как бы, знаю, сколько это стоит, и это прям круто, помогает искать крутых специалистов. Отлично. Система найма, централизованная, систематизированная, делегированная и работающая, которая привозит постоянных клиентов. Ксения, расскажи про выступления. Как тебе было сложно, легко готовиться? Зал? Были ли какие-то, не знаю, вопросы к себе, к тому, как это все идет в подготовку? Насколько тебе было комфортно? И хорошо ли все получилось, как ты считаешь? Ну, я считаю, для первого раза очень даже неплохо. Конечно, я волновалась. Я думаю, это, может быть, как-то чувствовалось в голосе. Но, в целом, я выступлением довольна. Подготовка. Так как я сама этой темой занималась, то есть, я знаю все нюансы, сама это все пережила, и весь этот процесс знаю, то я просто рассказывала уже на своем опыте. Ну, в целом, мне очень понравилось. Спасибо за такую возможность. Отлично. Спасибо тебе за отличную проделанную работу, за выступление. Скажи, пожалуйста, если кто-то будет выступать, да, то есть, что-то он сделал, что-то знает, то есть, какие, может быть, ты советы, рекомендации, даже по подготовке, как это, может быть, либо советы от тебя, либо что-то индивидуально будет казаться, ну, у каждого человека. Есть ли что, что стоит учесть? Ну, самое главное, конечно, это составить структуру выступления, и именно смыслы, какие ты хочешь донести. То есть, самое важное, что бы ты хотел сказать, а потом уже все это постепенно расширять, расширять и расширять. И самое, что мне помогло, это вот просто рассказать все за 2-3 минуты. То есть, так в голове все складывается, и ты реально понимаешь, тема интересна вообще или нет, можешь ты ей заинтересовать или нет. Даже, в принципе, на родственниках можно тренироваться, и вот это мне как бы помогло именно в выступлении, и при подготовке, что я знала, какой я смысл и пользу несу, и вот именно это как бы меня и сподвигло выступать. Как бы если у вас есть такая тема, с которой хочется поделиться, и она какая-то новая, то я думаю, это будет очень интересно. Спасибо, было очень круто, ты молодец. Я очень рад, что вся подготовка пошла успешно, и у тебя получилось отличное выступление, люди это оценили. Спасибо. Алексей. Да. Рад приветствовать в финале нашей дизайн-конференции. Спасибо, выступление было классное, в ходе с техническими небольшими трудностями, но ты не растерялся, было очень круто. Для тех, кто не был на выступлении, расскажи немножко о себе, в чем суть выступления, какие-то основные тезисы. Ну, в общем, меня зовут Ковязин Алексей, я приехал к вам из Краснодара. Я являюсь руководителем дизайн-студии в Краснодаре, и моя не то что цель, а именно тема выступления была, как открыть свою студию дизайна интерьера в регионе, и чтобы она была первой на рынке. То есть вот это так, тезисно. Ну, а как открыть? Как я уже сказал, не как. В смысле, нужно развестись с женой. Обязательно условия. Обязательно условия. Если нет, то завести, а потом развестись. Тогда студия готова. Ну, это все шуточки. Суть в том, что нет какого-то единого формата, нет какого-то единого рецепта. У всех всегда очень индивидуально. Нужно просто впитывать информацию от людей, уже знающих прошедший определенный путь, трансформировать на свой регион, на свой бизнес, и какие-то выводы делать. То есть не бояться действовать, не бояться двигаться, и будет какой-то результат. Потому что за все время практики, конечно, очень много было факапов, которые вот, слово сейчас очень модное за сегодняшнюю конференцию, которые происходили, но не опускаешь руки и продолжаешь действовать, и потихонечку ко всему приходишь. Отлично. Какие, ну, советы, понятно, да, что начинаете действовать, да, какие, может быть, что не надо делать наоборот, да, вот в первую очередь, на что? Не надо делать те объекты, которые вам не интересны. Это очень большое заблуждение, большая ошибка, что вот пришел объект, надо по-любому его взять и его делать. Если проект тебе не интересен, допустим, стилистически, либо там заказчик тебе не особо интересен, либо сам проект, не твоя эта тема, то есть не надо браться только ради денег, потому что получится плохо, получится неинтересно, потратится время, заказчик не будет доволен, и ты не будешь доволен. То есть стараться делать именно то, что нравится. Да, первое время это будет очень тяжело, будет мало заказов, мало денег, но все мы переживали этот момент, я думаю, все в свое время в студенчестве ели доширак, поэтому я думаю, это нормальная практика. Отлично, запастись терпением и когда-нибудь пусти. Отлично. Что касается публики, аудитории, то есть ты пообщался, я видел, что много подходили, потом спрашивали, то есть как тебе вообще аудитория, как в статусе? Слушай, очень классно. Я на самом деле очень люблю делиться каким-то своим опытом, то есть я не скажу, что я какой-то там колоссальный профессионал, работающий с огромными объемами, но в рамках своего Краснодара мы имеем определенный вес. И мне всегда очень интересно делиться этим опытом, рассказывать, как было у нас, ни в коем случае никого не учить, не поучать, что вот только так и никак иначе. И когда я вижу, что людям это интересно слушать, они для себя что-то берут, реально получают какие-то ответы на свои вопросы, какие-то лайфхаки, причем такие вещи, которые они априори, ты как бы рано или поздно к этому придешь. Просто в мое время у меня не было какого-то ментора или учителя, который бы мне мог сказать, вот делай так, будет хорошо. Я как бы открывал шишки сам, то есть всему приходил как-то сам, посредством каких-то советов, и было очень тяжело. И мне хочется как раз тем молодым, которые сейчас на этой стадии, которые еще полны воодушевления, хотят чего-то добиться, и если я могу чем-то поделиться, какой-то там совет дать, они его воспримут и добьются чего-то, это всегда очень круто, мне это интересно. Отлично, спасибо. И какие у тебя планы на будущее, то есть что в следующем году планируешь внедрить, сделать, куда вырасти? Ну, у нас в принципе все довольно планомерно. Скажу так, до коронавируса у нас были конкретные планы, сейчас я понял, что планировать на год вперед бесполезно, нужно планировать на более короткий промежуток времени, но мы сейчас активно выходим на московский рынок, то есть больше заказчиков именно из Москвы, из Московской области, из Европы есть клиенты, небольшие, частные, но это тоже интересные проекты, совершенно в другом формате происходит работа в Европе, ну, в частности, в Германии, чем в России, это для меня было очень большим открытием, то есть это был прям интересный такой экспириенс. Вот, работать получается на другие регионы, не зависеть от центральной, от привязки к местности, чтобы можно работать на дистанционку, это, кстати, в этом плане коронавирусная ситуация нам очень помогла, мы очень много вещей какие-то внедрили, которые раньше не использовали, например, там, доска мира, которая для меня была открытым, что можно сделать интерактивную доску и сразу нескольким людям на одной доске работать, это было прям нечто, то есть для меня это было круто, поэтому просто масштабироваться, делать то, что нравится и приносить улыбки людям. Спасибо, Алексей, улыбка отлично, настроение у тебя тоже вижу отлично и такая позитивная подача, она тоже всегда положительно влияет на тебя, да, и на зрителей. Удачи! Спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok